Друзья, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем очень симпатичную весеннюю открытку в смешанной технике. Будем рисовать кролика и нарциссы по бокам. Итак, сразу приступим к акварели. Нам нужно сделать пятно. Возьмем сипию на палитру. Серенький, да, можно что-то голубенький добавить в серый, какой-то синий оттенок. Я кобальт синий возьму, вот серенький цвет получился. Побольше водички и аккуратненько сейчас будем делать пятно. Здесь он будет стоять, такая маленькая голова у него идет. Такая вот форма, да, примерно. Тут ушки. Раз, там второе. Нужно побольше сделать. По форме, конечно, покруглее они будут. Вот идет шея. Здесь грудка, да. Грудку такую более выпуклую можно сделать. Ну и, собственно, он будет сидеть у нас в траве. И вот отсюда лапки, да, свисают, как они вот такие плавные, ну, виднеются. Вот такое получилось акварельное пятно. Ну, можно там где-то хвостик, да, наметить. В траве это будет все. Пятно можно пока мокрое добавить каких-то красивых пятнышек. Давайте вот сиену сженую я возьму, вот сюда добавлю. Пусть растекается где ушко. В эту часть можно по лапке, да, пройтись. Вот тут форму лапки, да, заодно показать. И вот. По шерсти, да, я тоже прохожусь, пятнышки делаю. Сейчас возьму, давайте, умбрушеную, все пересмешаю. И еще раз пройдусь уже более такими темными пятнышками. Вот где лапка, вот здесь шея, да, по спинке, да, можно пройтись. Пятнышки вот такие вот оставить. Там где ушки, да, тоже потемнее можно вот здесь вот в этих местах сделать. Вот, собственно, пусть наш кролик подсыхает, потом мы еще вернемся к нему. Здесь-то мне не очень нравится. Сейчас форма ушей немного, они у меня прилипли. Ну, тут я, конечно, подкорректирую потом сверху их. Немножко убрала лишний пигмент. Теперь я сделаю по бокам нарциссы. Нарциссы будут такими крупноватыми. Кадми и желтый можно смешать с лимонным. Вот и аккуратненько делаю лепестки, да. Прямо почти нажатием кисти и выходит тут. Оранжевого добавляю. Вот часть выступающая, да, у нарциссов. То есть можно таким образом сделать там некоторое количество цветков. Здесь будут какие-то, но не распустившиеся, да. Вот этот будет задом к нам, нарцисс. Я просто вот закрашу, да. По 6 лепестков там. Я тут не совсем правильно нарисовала, не смогу сделать. Вот. И то же самое с этой стороны. Добавляем нарциссы. Такие красивые. И на переднем плане, да, вот эту вот форму. Ну мы потом ее тоже доработаем. Вот. Также добавляю сбоку, да. Вот. Ну и просто лепестки. То есть для количества, скажем так. То есть в таких крупных лепестках по цветах он находится, наш кролик. Ну сейчас я посушу феном и сделаю нарцисс листочки. Так. Теперь беру кисточку и мне нужно сделать всякие листочки тут. Вот. Я взяла поменьше, троечку. И сейчас будем делать листики, да. Аккуратненько. Вот форма как бы туда уходит. Ну вот здесь, да. Можно тоже добавим. С этой стороны. И просто листочков теперь давайте добавим. Сейчас еще зеленого возьмем. Просто таких симпатичных тролина, как бы, да. Собственно, с этой стороны тоже самое, да. Добавляем листики. Такие максимально плавные стебельки, чтобы были. Ну и плюс листья. Здесь у меня прямо на передний план они уходят. Вот. Достаточно крупные листочки и вот. Сюда давайте сделаем вот. Несколько листочков. Ну, хватит. Слишком много, я точно не буду. Кролик у меня тоже сидит в траве, поэтому можно как бы добавить вот сюда фрагмент поляны на передний план. Вот. И зеленый, да, тоже проходимся. Возьмем зеленый цвет. Такая вот лужайка, да, там будет. Так, теперь опять-таки я высошу феном и теперь порисуем акварельными карандашами кролика. Давайте сейчас начнем с глаза, да. С нее нужно сделать кролику глаз. Я взяла черный акварельный карандашик. Он достаточно крупный, глазик у него. И вот где-то здесь находится по диагонали. Я рисую вот такую форму. И на глазу блик, да, можно ставить такой вот. Вот. Собственно, здесь будет носик идти. Только по четче, да. У меня тут не очень такая размазанный глаз получился. Вот пострадал по четче сделал, да. Здесь внутри ушко, да. Тоже форму я показываю. Тушка у него такая хорошенькая идет. А крупная, да, достаточно. Вот. То есть я карандашом вот это вот пятно акварельное сейчас максимально пытаюсь скорректировать. Вот так, как мне хочется, да. Здесь тоже можно повыше. Здесь поуже надо сделать по-хорошему. Здесь тоже ввязываю. Таким образом. И вот здесь тоже. Такие ушки потемнее. Потом здесь вот форму тоже надо подчеркнуть. Где голова? Скулы, да. Получается. Здесь тоже потемнее можно сделать. Шерсть, да, я добавляю. Такой вот небольшой штиховкой. По лапке опять-таки прохожусь. Аккуратненько. Потемнее можно сделать. Не забывайте подписываться, кто не подписан. Также присылайте свои рисунки. Так, групп ВКонтакте и Телеграм я все оставлю под видео. Вот шерсть, да, это бля. Вот. Таким образом. Прохожусь по шерсти там. Ну, по форме зайчика тоже. Добавляю штрешки такие. Здесь можно тоже пушистости добавить сзади. Ну, собственно, спереди тоже. Слегка. Там хвостик, да, будет у него какой-то такой. Значит, штрихую лапку. Подкорректировать надо. Таким образом. Вот здесь, возле головы, да, тоже можно вот пройтись. Вот так вот. И внизу под глазом. Это, чтобы слегка затемню. Теперь возьму светленький карандашик и наоборот. Вот. Добавлю штрихов. Тут, правда, их не особо видно. Пройдусь по, опять-таки, по спинке. Вот здесь вот. Вот здесь. Штрешками. Здесь можно поактивнее, да, штрихи добавить. Вот. Возле ушек, да, тоже. Нужно тут какие-то моменты высветлить, посветлее сделать. Вот. Единственное, я не знаю, может, размыть по праву? Возьми, мне не очень нравится вот этот кусок. Получается лишний, да. Вот. Ну, в принципе, акварель у меня тут возле уха вот размылась, скажем так. Лишнее. С водичкой вот пройдусь слегка. Так. Усы. То есть я... Они такие белые, но поскольку их, конечно, не будет видно, поэтому я должна слегка темным цветом, да, прям максимально тонко, сильно не давлю на карандашик. Смешные усы, надо было их вверх поднять. Вот. Такие усы у него. Вот. И по лапке, да, еще хочется вот в некоторых местах пройтись. Здесь. 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 Мокрое, поэтому такое очень активное пятно получилось. Вот. Ну, такое, значит, у нас зайка. Плюс по нарциссам можно тоже пройтись, взять карандашики, да, и какие-то фактурки сделать. Я взяла оранжевым, да, сейчас слегка пройдусь по контуру, да, такой рваный контур. Ну, внутри можно там желтым и оранжевым закрасить, там, в принципе, тень, немножечко оранжевым, да, тоже пройдусь. И плюс показать вот здесь такую вот мятость как бы лепесточки, да, то есть мы показываем. Можно пятнышки добавить вот сюда. Вот. Потом здесь тоже вот хочу пройтись аккуратно. Таким образом. И вот сюда как бы в центр, да. Здесь потемнее просто внутри сделаю. Немножечко по лепесткам тоже вот прохожусь. Можно какие-то узоры интересные придумать, наверное, по-хорошему. То есть как-то разнообразить эти лепестки. Вот здесь, например, тоже. Давайте сделаем вот такой вот бутончик. И разнообразие вместе сделаем. Внутри потемнее, да, можно сделать. Здесь аккуратненько какие-то моменты добавляем. Такой немножко примитивный вот этот вот у меня цветок получился. Я его просто закрашу оранжевым и коричневым. Так вот пройдусь. Слегка. Тут немножечко карандашиком еще прошлась вот слегка. По кролику вокруг глазика. Здесь вот форма лапки, да. Подчеркнула. Ну, можно здесь в тени, да, тоже. По шерсти побольше сделать. Такой потемнее. А вот, значит, нарциссы, да. Вот коричневым сюда пройтись. Здесь еще у них такая штука сухая. Тоже можно слегка показать. Ну, как бы это не обязательно. Вот такие. Нарциссы не особо я прорисовывала. Так, зеленый карандашик мне надо. Сейчас поищу. Хочется добавить как бы траве иногда. Таких всяких. Вот у нарцисса тут. Сюда пущу стебелечек. Где-то поострее, да. Вот листики можно пополам разделить. Типа фактурки, да. Даже что-то наподобие сделать. Поострее вот эту часть. Здесь. Так. Сюда-сюда. Проходим все туда. И вот. Такие вот всякие травинки интересные, да. Можно добавлять сюда. Вот. Ну, тут как бы предел фантазии не ограничен. Лучше карандашик, конечно, подточить мне по-хорошему. Вот. Такие вот всякие штуки я добавляю. Может, вот он кого-то переплетается. Вот сюда поверх, да. Пошли. Вот здесь. Тоже только покрупнее я сделаю. Вот такая открыточка у нас получилась. На этом у меня сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok